Здравствуйте друзья! Это канал Моя Домашняя Кухня и я Анастасия Вишняк. Сегодня мы будем готовить свиную грудинку на перекус вместо колбасы. Итак, нам понадобится свиная грудинка 500 грамм, 2-3 жменья луковой шелухи, 3 зубчика чеснока, соль и любимые специи. У меня это карри, сладкая красная паприка и черный перец. Давайте приготовим. Готовить грудинку мы будем в два этапа. Первый этап мы ее будем отваривать. Итак, перекладываем в кастрюльку с водой луковую шелуху. Шелуху мы предварительно вымываем, чтобы не было песка и мусора. Теперь в воду добавляем 2 чайные ложки соли. Опускаем в воду грудинку. Ставим кастрюльку на большой огонь. Накрываем грудинку крышечкой. И варим 25-30 минут после закипания на медленном огне. Вода в кастрюле с шелухой и грудинкой у нас закипела. Вот такая у нас грудинка начинает менять цвет. Сейчас мы сбавляем огонек до минимального. Накрываем грудинку крышкой и варим 25 минут. Достала грудинку из воды. Остудила до комнатной температуры. И теперь могу приступить ко второму этапу приготовления. Это запекание. Но прежде чем отправить грудинку в духовку, ее нужно немножко замариновать. Для этого я выжимаю через пресс чеснок. Добавляю еще чайную ложку соли, чайную ложку карри, половину чайной ложки черного перца, и чайную ложку красной паприки. Маринад этот перемешиваем. И будем им натирать кусочки грудинки. В начале видео я не упомянула о том, что я очень люблю готовить блюда с луковой шелухой. И в описании к этому видео я предложу вам свой вариант маринования скумбрии, которое получается по вкусу, по цвету, по запаху, как копченое. Этот рецепт вам должен понравиться, потому что в моей семье его оценили все. А мы возвращаемся к нашей грудинке. Вот мы ее натираем хорошо специями. Немножко внутрь проталкиваем. Я брала полкило грудинки, так как семья у меня небольшая. Если у вас большая семья, особенно если у вас в семье есть мужчины, которым нужно покушать побольше, тогда возьмите в 2-3 раза больше мяса и, естественно, увеличьте все остальные ингредиенты тоже в 2-3 раза. Ну, вот так вот я засыпала маринадом грудинку. Теперь выкладываю ее, смазанную растительным маслом, форму и буду запекать при температуре 200 градусов в духовке 30 минут. Опять же, если вы берете больше грудинки, то и запекать вам нужно будет немножко дольше. Минуток 40-50. Итак, отправляем грудинку в духовку. Такая вот аппетитная, красивая грудинка у нас получилась. Как видите, она быстро готовится, а на вкус она еще лучше. Признаюсь честно, я уже даже немножко попробовала. Очень пикантный вкус, необычный. В общем, я рекомендую попробовать приготовить грудинку по моему рецепту тем, кто любит мясные блюда, кто не очень любит перекусы колбасными изделиями. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, заходите на мой канал на Яндекс.Дзен. Буду рада всех видеть. Приятного аппетита!